Просто многие приходят в спорт за этим адреналином, за эмоциями и уже остаются в нем навсегда. То есть это один из главнейших принципов спортивной рыбалки – пропагандировать принцип «поймал, отпусти». Все местные жители живут за счет браконьерства, скажем так, воровства рыбы, и это огромное количество ежедневно. Занимаешься тем, что тебе очень нравится. И, наверное, поэтому для тебя уже не существует каких-то преград. Если ты этого хочешь, ты этого добиваешься. На данный момент здесь у нас чемпионат Молдовы по ловле хищных рыб с лодок. Это первый этап, будет еще один в ноябре. Я главный судья этих соревнований. Рыбачил с детства, наверное, лет с десяти, может, вот так. Рыбаки – люди с разных уголков нашей страны. И врачи, и учителя, и бизнесмены, и хозяева фирм. Абсолютно разные люди, увлеченные рыбалкой. Просто многие приходят в спорт за этим адреналином, за эмоциями, и уже остаются в нем навсегда. Уже обычные рыбалки их не особо интересуют. Они уже растут именно как спортсмены, и дальше начинают ездить на международные соревнования, на чемпионаты мира. Если проходят внутренний отбор, попадают в топ года Республики Молдова, они получают право уже ехать на чемпионаты мира и так далее. Я участвую уже пятый год, а в чемпионате Румынии 13 лет. И с каждым годом мы получаем вот какой-то экспириенс, который лучше и лучше. Во всяком случае, сравнивая, скажем там, с чемпионатом мира в Швеции, где я был в Дании, в Норвегии, я вижу, что наши соревнования приближаются к нормальным европейским или мировым. И если мы куда-то выйдем, достойно себя покажем. Достойно. Верю в это. Ну, мы все верим в это. А скажите, вы не жалеете, что здесь, на берегу, а не там, на речке? Иногда, конечно, руки очень чешутся, да, захочется, наблюдая, как они ловят рыбу тоже. Спортивная рыбалка – это довольно серьезная дисциплина. Как я уже говорил, это официальный вид спорта при Министерстве спорта Республики Молдова. То есть регламенты тоже – это очень большие, такие талмуды по 10, по 15 страниц А4 с очень многими правилами, которые необходимо спортсменам соблюдать. В лодочных соревнованиях мы берем пять самых крупных хвостов, складываем их в длину, допустим, получается там два с чем-то метра, там 40 сантиметров плюс 53 плюс и так далее. Вот у кого эта длина будет самая большая, тот занимает выше места в турнирной таблице. Так, на секунду, вот щука 42 сантиметра. Надо спортсменам ответить, что все в порядке, они могут ее отпускать. В этом соревновании участники ловят рыбу и потом отпускают. Это правило из экологического понятия или это международная практика? Это один из главнейших принципов спортивной рыбалки – пропагандировать принцип «поймал, отпустил». То есть мы должны заботиться, думать не только о сегодняшнем дне, а понимать, что мы должны что-то оставить нашим детям и будущим поколениям. Если постоянно черпать из водоемов и не возвращать назад, то мы останемся ни с чем. И одна из главных задач спортивного рыболовства – это именно пропаганда принципа «поймал, отпусти». Самый большой урон реке наносит браконьерство. Это должным образом никем не контролируется, эти сети не снимаются, организации, как я понимаю, сейчас организацию «Сервичул Пищикул» вообще расформировали, они перешли в ведомство «Аджентия Медиу». Там они никаких шагов не предпринимают, на воде никаких контролирующих органов практически нет. То есть беда, беда, все местные жители живут за счет браконьерства, скажем так, воровства рыбы, и это огромное количество ежедневно. Опять пару рыб пришло над их, потому что там тяжело. Так, это у нас 48. Этот второй окунь – это тот же, который уже просто с номером? Нет, это воры, это уже другой. А тот первый что, вы отпустили? Впредь такое не допускайте. Номер на линейке должен быть виден. Да, давайте. Еще пять лет назад совершенно другие рыбалки были по качеству своей, по количеству рыбы, чем даже сейчас. Я уже молчу про реку 20-летней давности. Что нужно сделать по-прежнему? Серьезно властям взяться за это. Во-первых, увеличить штрафы, потому что те штрафы, которые сейчас… Недавно их, правда, немного подняли, но все равно… То есть этот браконьер, он этот штраф буквально на следующий день окупит с этой сетки. То есть должны быть и вплоть до уголовной ответственности, чтобы один раз, если они попали, больше не захотелось. И контролировать. Когда я в надворной на речках с братом ходили и на перетяжку… На перетяжку – это один человек сидит на другом берегу, один на этом. И на лесочке перетягивают, посередине привязан крючочек. Один тянет на себя, другой отпускает. И на середине реки останавливается бабочка, допустим, или кузнечик – это живая насадка. И один человек ее макает в воду, приподнимает, отрывает от воды, дразнит, так сказать. Вот так мы ловили в детстве форель. Форель, головля, хариус – рыба, которая живет только в горных реках. Очень красивая, яркая по краске такая. Это было бы в Украине? Да. Вот, наверное, это из таких самых ярких впечатлений. Родился я здесь, в Кишиневе, но много времени провел в Западной Украине. Папа родом с Окницы. Тоже его родители. Мама – украинка свинецкой области. Отец, скажем так, молдаван, но с белорусскими корнями. Вообще, Фомилия Борисевич – это чисто белорусская. Там в Беларуси есть, как рассказывал дед, целое село, где все село Борисевичи. А мама полностью родом оттуда, из Западной Украины, из Саваннафраковской области. Отец, когда там служил, познакомился с ней. Там мама работала на телефонной станции. А тогда, чтобы позвонить домой ему к родителям в Окницу, надо было, что, девушка, свяжите меня, как раньше, свяжите меня с Молдовы и так далее. Так они познакомились. Около года говорили по телефону только, хотя рядом там. Ну, в конце концов, он ее забрал сюда. Как бы считаю себя Кишинёсом, но всегда я считал себя, не знаю, украинцем. Меня очень тянуло всегда туда. Я очень ждал всегда поездок туда, когда уезжал оттуда. Это всегда было со слезами на глазах в детском возрасте. Всегда для меня была травма оттуда уезжать. Язык, несмотря на то, что я там не жил, язык быстро выучил украинский. Всегда считал его родным. И когда меня спрашивали, какая твоя национальность, я всегда говорил украинец. Мне всегда этого хотелось. Много родни в Украине живет. И есть друзья, есть родственники, кто в ЗСУ, в Тиробороне. Это, конечно, постоянные переживания. Это вздрагивание от каждого звонка оттуда, чтобы не услышать какие-то вести неприятные. Они не унывают, они все молодцы. Ну и, наверное, это и основное преимущество, скажем так, почему Украина до сих пор стоит. И не просто стоит, она уже, как мы все видим, побеждает. Это народ, который очень тяжело сломить. Во многом они держатся благодаря вот этому духу, духу свободы украинского народа. У нас, я думаю, такого нет духа, говоря про молдаван. Я не говорю, что это какой-то большой минус молдаван. Просто мы чуть другие. Мы не готовы выйти при каких-то не устраивающих нас факторах всех на площадь, сразу что-то протестовать и так далее. У них это все моментально происходит, то есть они с этим не мирятся. Я думаю, Украина очень большое будущее. Вы замечаете это в каждом днем последствия войны Украины у нас? Конечно, конечно, это сказывается и в ценах, и как перекроились многие там даже отношения с кем-то. Выявились люди, которые абсолютно не обладают эмпатией, там, сердцем, не умеют сопереживать. Хотя до этого, может, казалось и по-другому, но сейчас ты разочаровался в этих людях. Потому что, понимаешь, когда человек оправдывает это, находит любовь к русскому языку, к русскому миру, любовь к СССР даже. Я не понимаю, насколько она должна быть огромной, чтобы это все просто перекрывало то, что сейчас творится. И они продолжают находить оправдания какие-то действиям Путина и так далее, придумывая какие-то отговорки. Я не понимаю, как вообще это возможно. И поэтому, да, с некоторыми людьми прекратилось общение. Ну, потому что зачем лишний раз себе нервы портить. Многое крикалось. Цены, конечно. Ну, я готов мириться с ценами. Сейчас вот многие ругают там те же вот, что сейчас на площади эти шворовцы. У них главный лозунг там «Дешевле газ». Но я не понимаю, как можно идти на поклон к фашистам, грубо говоря, я их называю так, к этой власти фашистской, российской, на поклон ради цены на газ. То есть преклоняться, забыв от все то, что творится у наших соседей. Все те десятки тысяч жизней и так далее. Я не понимаю. Я готов платить. Газ дороже с Европы, откуда он будет. Но не преклоняться перед этим преступным режимом. По отношению к вам, как к русскоговорящему, не было каких-то, ну, намеков или… Нет. Никогда я не сталкивался. И у нас, в Молдове, ну, не было никогда никаких притеснений. Я не чувствовал, что язык становился какой-то преградой. Ну, и тем более я русский язык не связываю с Россией. То есть на русском языке говорит множество. Так получилось исторически, что уже делать. Так уже со времен СССР сложилось. Много русскоязычного населения живет во всех странах, в той же Украине. Сейчас весь тот Восток, который и разбомбил этот, не будем материться, человек. Ну, я прекрасно понимаю украинцев, которые сейчас массово, даже те, кто всю жизнь говорили на русском, перешли на украинский. Выучили хоть как пытаются говорить, пускай коряво. Ихняя неприязнь вполне понятна. Война как-то изменила ваш график вашей деятельности в социальном плане? Ну, конечно же, повлияло. Много соревнований перестали ездить в Украину друзьям. К нам постоянно на все наши соревнования приезжало множество украинских команд. Всегда мы уже тоже очень большие друзья. Уже многие из наших рыбаков, даже вот здесь, которые в лодках, там они уже между друг другом кумовья, там детей друг друга крестели. То есть это уже такая большая рыбацкая семья, скажем так. У нас на береговых этапах спиннинговых тоже ловля хищника, но с берега. До войны в последнее время там до половины команд могло быть с Украины. То есть это 20-30 человек приезжает с Украины. И, конечно же, они перестали приезжать после начала войны. Мы к ним перестали ездить. Конечно же, повлияло. Все, в принципе, что запланировали. Как бы выполнили полностью свою задачу. Хотелось бы, конечно, чтобы щука клевала активнее. Поймали свои пять рыб. Будем ждать результатов. Но хотелось бы, конечно же, другой активности по рыбе. Вы в горы ходите, и сюда на рыбалку, и еще за грибами. Почему бы вы стали таким социально активным? Мне нравится. То есть ты занимаешься тем, что тебе очень нравится. И, наверное, поэтому для тебя уже не существует каких-то преград. Если ты этого хочешь, ты этого добиваешься. У меня календарик. Я себе планирую. Вот тогда-то я должен в горы поехать, тогда-то я туда, тогда-то туда. И вот между этими всеми своими хобби я уже укладываю там работу свою. Так, чтобы я успел. Стараюсь, когда есть первая возможность. Я, конечно же, еду за грибами. Тем более в сезоны, когда они массово растут. Конечно, обязательно. Иногда вмешиваются множество моих хобби. И рыбалки, и соревнования, и горы. Потому что я еще в альпинистском клубе состою. И постоянно мы в горы какие-то ездим, на какие-то тренировки. Еще я и бегаю как бы. И то какие-то беговые соревнования или тренировки. И иногда это все как бы накладно. Не получается удовлетворить все свои хотелки. Но, конечно, да, стараюсь как можно чаще выезжать за грибами. Любовь. Любовь к тому, что я делаю. Это вот и все. Любовь к грибам, любовь к рыбалке, любовь к горам. То есть ты занимаешься тем, что тебе очень нравится.